Почему необходимо утилизировать новогодние ёлки? Узнаете в нашем следующем сюжете. Ежегодно в зимний период начинается массовая торговля хвойными деревьями. Это ели, сосны и пихты, которые являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Но после нескольких недель использования зелёные красавицы чаще всего оказываются на свалке, что наносит значительный вред окружающей среде. Ёлка, которая выживая ели, естественно, если мы говорим, да, не искусственная, которая выброшена на помойку, она будет гнить. Всё это будет происходить тоже, опять же, стихийно и неконтролируемо. Род в виде каких-то газов попадает в атмосферу, ну, соответственно, наносит вред. Альтернативой свежим хвойным деревьям всё чаще выступает искусственная еля, которая имеет ряд преимуществ перед натуральными. В отличие от живой ели, искусственная может служить очень долго, 15-20 лет. Если использовать искусственную ель в течение всего срока жизни, скажем так, да, в кавычках жизни, то, может быть, это даже будет более экологично. Понимать, что на живую ель нужно каждый год покупать, а на это тоже идут определенные ресурсы. Это так называемый углеродный след. Углеродный след – это совокупность всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно, отдельным человеком, организацией или продуктом. Так, производство одной искусственной елки приводит к выбросу 51 килограмма углекислого газа в атмосферу. На производстве работает техника, которая обрабатывает, условно говоря, эти насаждения еловые, молодые. Также используются удобрения, также используются горючие для работы этой техники, транспортировка немалого значения не имеет. Это все тоже имеет свой определенный углеродный след. Стоит помнить, выброшенная на свалку искусственная ель разлагается в почве около 200 лет. Поэтому к утилизации деревьев нужно подходить со всей ответственностью. Благодаря правильной переработке новогодние елки могут получить вторую жизнь. Такие пункты приема ежегодно появляются, в том числе и в нашем городе. Ну и, конечно, если мы беспокоимся об состоянии окружающей среды, то и даже натуральные ели нужно грамотно в последствии утилизировать. Они идут потом на корм, на щепу, ну, в общем-то, вторично перерабатываются, используются тоже для дела. Диана Латышева, Универньюз.